В этом году свой столетний юбилей празднует легендарный футбольный клуб «Спартак». Это самый, наверное, титулованный футбольный клуб России, один из самых популярных футбольных клубов страны, вошедший в топ-20 клубов Европы. И сегодня наша пресс-конференция, наша сегодняшняя встреча посвящена заключительным мероприятиям в честь празднования векового юбилея футбольного клуба «Спартак», а также выходу нового документального фильма «Они сочинили «Спартак». Я очень рада приветствовать наших гостей, с удовольствием вам представлю участников сегодняшней встречи. Итак, в пресс-центре ТАСС генеральный директор киновидео-студии «Юность» Илья Качалов. Илья Евгеньевич, добрый день, рады вас приветствовать. С нами также директор компании «Свой почерк» Альфия Чеботарева. Альфия, добрый день, приветствуем вас. Мы счастливы, что с нами сегодня ветераны клуба «Спартак». Я рада представить, это бывший полузащитник, генеральный директор футбольного клуба «Спартак», бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Шавло. Сергей Дмитриевич, большая честь для нас, мы рады вас приветствовать. Не менее звездный, легендарный футболист, вратарь, тренер, обладатель приза, лучший вратарь мира, также ветеран футбольного клуба «Спартак» Ренат Досаев, Ренат Кайзарахманович. Мы счастливы видеть, спасибо огромное, что нашли время на эту встречу. И также, ну тут потому что все легендарные у нас сегодня участники, и не менее легендарный многолетний пресс-атташе футбольного клуба «Спартак», легенда спортивной журналистики Леонид Трахтенберг. Леонид Твердорович, мы счастливы вас приветствовать, добрый день. Хорошо, я бы сразу хотел сказать, что многолетних пресс-атташе... Так, сразу в микрофон, да, да, давайте. Я бы сразу хотел уточнить, что многолетних пресс-атташе «Спартака» было много, а первый один. А, вот, ну хорошо, спасибо большое за поправку, да. Нет, нет, это не поправка, это дополнение. Дополнение, да. И на самом деле хотелось бы мне начать тоже с важного, с главного вопроса. Собственно говоря, тот повод, по которому мы сегодня собрались. В этом году отмечается 100-летие «Спартака», создания клуба, 8 апреля 1922 года. Именно эта дата официально считается днем основания футбольного клуба. Однако немалая часть спартаковского сообщества, болельщики и даже ветераны клуба, все-таки спорят о том, какую дату считать истинной создание клуба. Поэтому я не могу не задать этот вопрос вначале. Сергей Дмитриевич, может быть, вот вы прокомментируете все-таки, сколько «Спартаку»? 100 лет или 87, как по некоторым мнениям? Ну, действительно, существуют споры, сколько лет «Спартаку». Одно поколение, которое начиналось в 1922 году, это промкооперация, это «Красная пресня». От этих команд считают пищевики, да, и от образования этих команд считают, что образовался «Спартак». Потому что игроки, которые были в этих командах, они перешли постепенно в «Спартак» и образовалось это общество. Но само общество «Спартак» образовалось в 1935 году. Поэтому многие считают, что в 1935 году 100 лет от 1935 года считают. Но команда футбольная, допоминаю, что образовалась в 1922 году, вот и от этой команды идет отсчет. Поэтому 100 лет мы сегодня и празднуем. Леонид Федорович, вам тоже хочу слово дать, чтобы споры, как сказать, пресечь. Николай Петрович Старостин был очень мудрым человеком. И это качество проявилось как раз в тот момент, когда переименовали команду в «Спартак». Потому что Николай Петрович понимал, как и его братья, что, конечно, люди скорее пойдут на команду с названием «Спартак». Потому что ЦСКА и «Динамо» уже тогда существовали, нежели на «Пищевик», «Промкооперация» или «Красная Пресня». И тогда он дал этой команде звучное название «Спартак». Спасибо, спасибо огромное. Ну что же, я надеюсь, что на этом действительно прозвучали авторитетные мнения. И на этом споры можно считать, в общем-то, спор закрытым. Давайте тогда подробнее поговорим о той программе мероприятий, программе мероприятий заключительных. Весь год, начиная с апреля, были праздничные мероприятия. Президент направил поздравления в адрес футбольного клуба. Были события, встречи. Сейчас я слово хочу Илье Евгеньевичу Качалову передать. Расскажите, пожалуйста, о программе мероприятий. И фильм, я так понимаю, документальный, они сочинили «Спартак», он пока еще в работе. О чем будет эта история? Мы, конечно, еще подробнее поговорим с продюсером фильма. Но пока раскройте нам, что же ожидает футбольных болельщиков «Спартака», любителей еще в декабре этого года. В год празднования, в столетие юбилея футбольного клуба «Спартак», наша творческая группа разработала проект по созданию документального фильма и проведению ряда социально значимых мероприятий, посвященных столетию именно клуба, который мы сейчас обосновали. Я думаю, вопрос с этим должен быть уже практически закрыт. Все эти мероприятия направлены в основном для учащихся инвалидов. И проект реализует наша компания «Киновидеостудия» с поддержкой президентского фонда культурных инициатив. Как можете увидеть на заставке, присутствует их логотип. Проект включает в себя не только съемку нового документального фильма «Они сочинили «Спартак». Хронометраж планируется в районе 55 минут. Будет это уже более точно, потому что сейчас прошел только съемочный период. Мы уходим сейчас уже непосредственно в его производство. Автор – Александр Нилин, очень известный журналист, в том числе и спортивный. Режиссер – Татьяна Малова, у которой тоже за плечами очень много интересных работ. К этому проекту мы будем проводить несколько кинопоказов. Это будет около 20, как мы сейчас планируем, возможно, больше. Эти кинопоказы будут проводиться для молодежи и для ребят, на которых будет показан им фильм. Фильмы о команде «Спартак», исторические фильмы, о каких-то личностях в истории этого клуба, об игроках. Также будет посещение музея славы футбольного клуба «Спартак» и несколько товарищеских матчей, которые мы проведем. Большая программа будет связана с ребятами с ограниченными возможностями физическими, в первую очередь. Это и инвалиды по зрению, инвалиды по другим направлениям. Это связано с тем, что мы хотим сделать эту программу более социально направленной, потому что часть честования клуба и все праздничные мероприятия проходили в начале и в середине года. Этот юбилейный год мы будем завершать программой более социально направленной. Когда будет снят фильм, будет пресс-показ и дальнейшая судьба этого документального фильма будет, как обычно, с документальным кином у нас и происходит. То есть это показы на каналах, показы на фестивалях и в каких-то мероприятиях связаны. Надеемся с болельщиками клуба и всеми желающими, которые хотели бы его посмотреть. Мы об этом сейчас задумываемся, о дальнейшей судьбе нашего проекта. Хотим его как-то масштабировать, потому что сейчас он в основном будет происходить на территории Москвы и области, но на товарищеских матчах мы будем ожидать ребят из других регионов. Поэтому это некая подготовка к более масштабному проекту, но он уже будет не связан не только со столетиями Спартака, а и с личностью братьев Старостиных, которые фактически сочинили этот Спартак, эту народную команду. Почему она народная? Наверное, у нас будет и в фильме обнесено, и многие знают, почему Спартак считается народной командой, а остальные, ну их тоже нельзя назвать ненародными. Ну и действительно есть такой, да, устойчивый клише. Некая интрига, некая интрига в этом есть. Пользовался. Основные эти мероприятия у нас будут на сайте размещены. Сайт называется spartak100.ru. Очень легко. Сейчас идет их планирование, потому что некие ситуации у нас возникли, когда нам пришлось менять график мероприятий. Ну, сейчас прошел один кинопоказ на территории футбольного клуба и на территории стадиона, открытие арена. Там размещены видео и фотоотчет. Мероприятие прошло великолепно. Нам помогли в организации сам клуб. Большое им за это спасибо. Все благодарности, естественно, мы потом разместим. Там можно посмотреть процесс самого мероприятия, как проходила экскурсия, как проходил потом кинопоказ, викторина. На этом пробном мероприятии мы уже для себя сделали некие выводы о том, как нам лучше построить сам формат. Потому что фильм, который мы показывали им первый раз, он назывался «Николай старости на отец Спартака». Какие реакции вызывалось у детей? То есть мы немножко вопросы викторины будем направлять, наверное, по конкретному фильму. В общем, задача у нас, всего нашего проекта, это повышение, ну, наверное, патриотизма нашего молодого поколения. И учитывая сейчас ситуацию, когда мы находимся в некой изоляции футбольной, и надо развиваться, эта ситуация когда-то закончится, будем надеяться, что скоро, и наши футболисты, все ребята должны быть к этому готовы, и уровень наш футбольный должен соответствовать. И они должны знать своих предшественников, своих отцов и дедов, которые зарождали эту игру у нас в стране, и как они это делали, на каком уровне и равнялись. То есть, что нам есть на что равняться, а не обсуждать там в соцсетях, подпишутся с Рональдо контракт, не подпишутся с Рональдо контракт. Это намного вторичнее, чем то, что мы хотим добиться, чтобы проявить в них интерес к истории нашего футбола. С этого начинается, ну, как малая родина у каждого есть, так и у нас есть история, в которой есть чему учиться. И многие ребята, удивительно, ее не знают. Им негде подчеркнуть эту информацию. Ну, вот это будет такой просветительский, да, во многом проект. Спасибо большое за анонс, Илья Евгеньевич. Чтобы у широкого круга болельщиков и людей, не имеющих отношения к Спартаку и футболу, не создалось полного ощущения, что продюсерская компания фильма, посвященная Николаю Петровичу Старости, ну, я думаю, это будет замечательный фильм, взяла на себя все обязательства по поводу мероприятий, посвященных столетию Спартака. Я хочу сказать, что клуб тоже кое-что делал в этом году, в год столетия. И я позволю себе перечислить лишь малую часть, чтобы надолго не отвлекать ваше внимание. Ну, например, все началось еще весной, когда в день матча Крылья Советов-Спартак Крылья Советов, сегодня, кстати, кубковый матч Крылья Советов со Спартаком, так совпало, была встреча болельщиков с ветеранами. Кроме того, вместе с компанией Винлайн летом на теплоходах в течение почти двух недель ветераны и действующие игроки вместе с болельщиками ходили, как любят говорят моряки, по Москва-реке. И в это время, в это же самое время, они выступали, рассказывали о своей карьере, о Спартаке, как они играли, о достижениях Спартака. Кроме того, в этом году была выпущена энциклопедия. Если ты ничего не знаешь о Спартаке, то берешь в руки эту энциклопедию и проживаешь с этой энциклопедией всю жизнь вместе с многочисленными поколениями Спартака. Очень сложно, конечно, было со спонсорскими контрактами, но, тем не менее, наш коммерческий отдел сумел сделать так, что я думаю, что по числу контрактов мы превосходим все остальные клубы премьер-лиги. Кроме того, например, Останкинская башня ныне подсвечена в цветах Спартаковского клуба. Она красно-белая. Ну и наш департамент, в котором я работаю по связям с общественностью или пресс-службой, очень оперативно и достоверно, что сегодня является редкостью для СМИ выпускал информацию для болельщиков, где они точно знали не по слухам, не по версиям, а точно знали, что происходит в клубе. Ну и особенно я хотел бы отметить фонд Спартак детям. этот фонд помогает детям с ограниченными возможностями. В этот фонд вкладывают деньги действующие футболисты Спартака. Причем это происходит неформально, а они встречаются, как правило, с теми детьми, которым помогают. Они приезжают на стадион и я думаю, что вот эти минуты, которые проводят мальчишки и девчонки вместе с Георгием Джики, вместе с Квинси Промисом, вместе с Александром Сереховым и другими футболистами, для них незабываемые эти минуты в жизни, они также им дороги, как реальная помощь, которую оказывают эти футболисты. Я бы мог еще много рассказывать о тех мероприятиях, которые проводил Спартак, посвященные столетию, но у нас здесь достаточно много гостей и я хочу, чтобы они тоже успели в таком жестком формате, что-то сказать, а если останется время, то у меня есть желание пару слов еще сказать о Николай Петровиче Старостине. Леонид Федорович, спасибо большое, да, безусловно, у нас к вам еще вопросы есть, спасибо большое, что рассказали действительно о мероприятиях, которые, наверное, и тоже войдут в историю Спартака, мы действительно знаем, что огромное количество мероприятий в этом году проводилось, и вот эта палитра, она будет завершаться вот в декабре, в том числе и показом фильма. Безусловно, когда мы говорим об истории Спартака, у нас есть сегодня вот уникальная возможность с ветеранами клуба пообщаться, и мы, конечно, безусловно, счастливы этой возможности. Сергей Дмитриевич, вам, наверное, слово передам сейчас. Хочется, конечно, спросить, какие, хочется каких-то личных, конечно, воспоминаний от вас, хотя, наверное, много вопросов журналисты вам всегда задают, но если так окинуть взором вашу карьеру, какие все-таки годы, какие периоды в Спартаке проведенные были для вас самыми счастливыми, какие, может быть, моменты были самыми сложными? Как бы вы ответили? Ну, воспоминания те, как я пришел в Спартак, это приглашение Николая Петровича и Константин Ванч в первую очередь, вот об этом писал Леонид Рафтенберг уже в своем изложении, когда баня, было сделано приглашение, так получилось, что мы играли в Сочи, Спартак находился на сборах в Сочи, я тогда играл за команду Дауга-Рига, вторая лига, и мы играли товарищескую игру и на этой игре присутствовал Николай Петрович, Константин Ванч, вся команда Спартака, вот, и Константин Ванч задал Николаю Петровичу вопрос, какие у нас отношения с Даугавой Ригой, Николай Петрович в свойственной всей манере сказал, у нас отношения хорошие, там работает наш тренер Сергей Александрович Коршунов, вот, так что отношения у нас с ними всегда хорошие, ну и поступило приглашение от Константина Ивановича, конечно, я его принял, и в апреле месяце, 5 апреля, 2-го мы улетели в Ригу, 5-го я прилетел в Сочи, и мы уже играли игру первую с Липецком, выиграли 5-0 товарищескую, мне удалось забить два гола, ну, как говорится, все срослось, и дебют, и, конечно, я познакомился с игроками, которые играли в высшей лиге, которых мы смотрели по телевизору, вот, проживал я с Владимиром Павленко в одной комнате, конечно, для меня это был игрок московского Динамо, который уже был опытным мастером, вот, потом посчастливилось, конечно, играть вместе в первой лиге, вот, выходить в высшую лигу, вот, потом пришли ребята, среди них Ренат, который завоевал место, которое было забронировано Прохоровым Александром, вот, и Ренат после этого заиграл в воротах, и это место не отдавал в течение 15-ти сколько лет, вот, так что здесь, как говорится, весь смысл в том, что Константин Иванович подбирал под себя команду, да, он приглашал игроков такого, такого формата, которые бы ему подошли под его игровой стиль, вот, и в это время пришли и Сорокин Александр, и Георгий Ярцев, и Олег Романцев, вот, Юрий Гаврилов пришел попозже, то есть Константин Иванович собрал команду, которая по его вкусу и которой он видел перспективу, хотя оставались и команда, команда была сформирована, игроками, которые остались с высшей лиги, это и Прохоров, Ловчев, Гладилин, Булгаков, Букиевский, то есть ребята, которые уже поиграли в высшей лиге, молодым был еще Логист Хидиатуллин, который тоже здесь, и Габалера Глушаков, которые были самыми молодыми игроками, наверное, на то время, вот, которые стали потом чемпионами в 77-м году, чемпионом мира среди молодежных команд, вот, то есть команда формировалась, конечно, первые игры, которые были в первой лиге, это поездки, Спартак, это воспринимался как что-то неземное, потому что я помню первую игру, мы играли в Ивано-Франковске, в Украине, там стадион был, ну, тысяч, наверное, на 8, на 10, люди сидели на столбах, которые, на которых был свет на поле, потом на деревьях, то есть, наверное, 1015 было, то есть был такой ажиотаж, что мы даже не представляем, что такое может быть, то есть во все города, которые мы приезжали, был сумасшедший ажиотаж, но в первом круге нам тяжело приходилось, мы даже были пятые, вот, но постепенно мы сыгрывались, вот, и Константин Иванович нам прививал игру умную, то есть он сначала сказал, мы можем выйти в высшую лигу только в техническом отношении и тактическом, перебегать силой, значит, переиграть команды, которые уже давно в первой лиге, мужики там мы не сможем, поэтому у нас единственные пути, которыми мы можем, это техническое оснащение и тактическое, которые мы, в принципе, и продемонстрировали во втором круге, заняв первое место и вышли в высшую лигу, ну, памятным, конечно, это первая игра, первые голы, я помню, в первой высшей лиге мы тоже начали не особо первые туры, вот, и первая игра, которую мы выиграли, это была игра на стадионе Локомотив против Днепропетровского Днепра, мне удалось забить, так получилось, что я, в принципе, родился на Украине, в Никополе, Днепропетровской области и приехал в Днепр, и я, в принципе, своим землякам забил, да, Сергей Дмитриевич, помните, да, про вас, ярко вспыхнуло табло, гол забил, игра с залом, Сергей, шавло. Нам было приятно, конечно, потому что про всех, вот, кто стоял у истоков команды, которая вышла в высшую лигу, значит, про каждого было истощено такое небольшое четырёстище, это и про Рената Досаева, когда фанатрии, когда Ренат превосходно играл на выходах, все мячи брал, и, к сожалению, сейчас это, как говорится, действие, которое он делал автоматом, вот, и всё это читал, сейчас оно утеряно, и многие наши вратари жалуются на то, что то мяч летит не так, то он быстро очень, то всё, то есть, это утеряно, поэтому, Ренат, тебя миссия в «Спартаке», Ренат сейчас работает в академии, его миссия, конечно, ребятам вратарей, которых он тренирует, научить, и, как говорится, вселить в них уверенность, что они должны, все делают ошибки, но на этом учатся, и если ты не делаешь шагов, то ты никогда не научишься, поэтому мы все делали, и дошли до сборной, вот все игроки, которых Константин Иванович пригласил, вот, конечно, с лаковым событием было это участие в Олимпийских играх в 80-м году, к сожалению, игра с ГДР нам не удалась, мы проиграли, заняли третье место, хотя в этот год, считая все игры товарищеские, мы, наверное, провели 17 игр, и 16 выиграли, единственное поражение от ГДР, мы обыграли сборную Бразилии, сборную Франции, сборную Швеции в Мальме, они там никогда не проигрывали, там, 20 лет, мы их 5-1 обыграли, они говорят, что у вас за команда такая, где вы взялись? Ну, то есть бронза была недостаточным результатом, да, на Олимпийских? Это темное пятно, потому что была, Олимпиада была в Москве, и у нас команда действительно была на победу, но, к сожалению, не удалось нам расколоть сборную ГДР, ну, за третье место мы обыграли сборную Югославии, да, и стали бронзовым призерами. Ну, конечно, игра со сборной Бразилии стоит особняком, потому что играть на Маракане при, наверное, 130-140 тысяч зрителей, вот и против чемпионов мира неоднократных, в составе которых были и Зика, и Сократес, вот, то есть ведущие игроки на то время, и команда, которая против нас играла, в принципе, 8 человек, или 9 даже было в 1982 году на чемпионате мира в Испании, вот, и который футбол, который они показали, там, конечно, был высшего качества, и они должны были стать чемпионами, но влюбленные в эту игру, они немножко не посчитали, что результат тоже важен, поэтому где-то не получилось у них, но Ренату, Ренату посчастливилось участвовать в этой игре, вот, и немножко там судья накосячил, конечно, но мы, конечно, чувствовали, что всегда против сборной команды или клубных команд всегда отношение судейской коллегии было не особо приятным, всегда старались где-то нас унизить, мы должны были быть на голову выше, поэтому эти все победы над Арсеналом, над Астанвиллой, над Реалом, вот, они дорогого стоят, потому что действительно мы были выше на голову, и зрители, которые нам фактически были чуждыми, то есть болели за своих, они вставали и аплодировали, признавая то, что английские болельщики оценивают по настоящему игру даже соперников, которые играют в очень хороший футбол, поэтому много их было, таких, которые заслуживали внимания, ну и, конечно, расставание в 82-м году был мой лучший, как говорится, год, в 83-м меня призвали в армию, когда у меня оставался год до призыва, к сожалению, я, ну, с одной стороны, к сожалению, с другой стороны, хорошо, я играл в столе Смоленской искре, год я поиграл, потом я вернулся в Спартак опять в 84-м году, вот, в 85-м Малафея пришел, сборную тоже, я в сборной был, вместе с Ренатом мы играли, в товарищских герах, победы на сборной Англии в Англии, тоже на старом Уэмбле, многое значит, ну, было много таких побед, которые, конечно, сланковые, но запоминается то, что первые шаги в футбольной команде Спартак, первые шаги в высшей лиге, вот, и, конечно, ребята, с кем мне удалось играть, пришлось играть, это были все влюбленные в футбол, влюбленные в команду, и, конечно, великий наш отец футбола, это Константин Иванович Песков и великий отец Дед, Дед, да, который нас учил в жизни и в моразуме, не только в футболе, но и в жизни, поэтому... Спасибо большое. Сергей Дмитриевич, вот я услышала, да, что самое запоминающееся время это в роли полузащитника, но вы и побывали в роли функционера Спартака, да, вот каково это было быть генеральным директором такого популярнейшего клуба, насколько это бремя вообще тяжелое, вот, и почему вас, кстати, называют одной из самых противоречивых фигур в истории красно-белых? Ну, наверное, потому что, ну, если мы возьмем, нулевую отметку, когда я пришел, значит, команда, для меня это было тоже, в общем, такое назначение очень неожиданное, потому что, придя в Лукоэл, к Леониду Анатольевичу Федуну, значит, мы переговорили, вот, и он после этого говорит, ну, я беру ответственность на себя, говорит, ты, я хочу тебя, чтобы ты был в этой роли, ну, я, конечно, поблагодарил, и пришлось собирать команду, команда была, в принципе, административная, она тоже на хорошем уровне, вот, до меня работал первак Юрий Михайлович, он, в принципе, игроков собрал, серьезных, там, в Чехии приехали ребята, видеть, удалось ему тоже взять, то есть команда была собрана, ну, и фактически, на момент, когда я пришел, генеральная команда занимала где-то шестое место, вот, ну, нам удалось в конце выйти на второе место, мы вошли, значит, в Лигу Чемпионов, отборочные игры играли, вот, и три года, три года мы были вторыми, но, в какой-то степени, первый год, немножко нам удача способствовала, второй год, 2006, я считаю, что здесь мы должны были делать, играть переигрывку с ЦСКА, но, так сложилось, мы эти знаем, все нюансы, вот, они, к сожалению, не для прессы, вот, и в 2007 году тоже все, наверное, наблюдали, когда кубок, который был отвезен, уже был в направлении Московской области, когда мы играли с Динамо в Лужниках, «Зенит» играл с Сатурном, Раменское, вот, тоже было там, наверное, не все так чисто, как кажется, но, что случилось, случилось, мы опять стали вторыми, тоже участвовали в Еврокубках, вот, ну, я считаю, что это было удачно, потому что «Спартак» уже стабильно стал командой, которая борется за чемпионское звание, потому что, если мы наблюдаем историю «Спартака», единственная команда, которая во все, во все годы, в основном, вот, начиная с 80-го, где-то с 79-го, мы стали чемпионами, и с 80-го мы всегда были в тройке, боролись с, так называемыми, лидерами, на тот момент было ЦСКА, вот, мы всегда их ставили в позу, чтобы они напрягались, да, и немножко нам не хватало, сейчас это «Зенит», который, естественно, мы знаем, как тоже это все происходит, и где-то административный ресурс бывает, вот, но, к нашему счастью, что команда не опускает рук, все время борется, и за это, я думаю, команду любят и уважают, и болельщики приходят на стадион, куда мы не посмотрим, на выезде у нас всегда большинство, даже на выезде мы превалирует количество наших болельщиков, поэтому я считаю, что это народная команда, которая остается народом, любима народом, и действительно, противоречие с другими командами, она никогда не падала на колени, всегда боролась, и в этом, наверное, ее могущество. Спасибо, спасибо большое, я думаю, что у наших коллег еще будут вопросы, дай бог останется время, мы их зададим. Представляя следующего гостя, передавая слово, наверное, вспомню еще одну кричалку, от Москвы до Гималаев, лучше всех, Ренат Досаев. Ренат Фаизрахманович, ну вы действительно футболист, вратарь, человек, который олицетворяет целую эпоху в истории Спартака, и мне кажется, ваша история жизни, ваша история карьеры, это, ну, даже не для документального, а для действительно игрового, художественного фильма, основа прекраснейшая, это я сейчас наводку даю всем продюсерам, потрясающая история, вот тоже расскажите, пожалуйста, о начале карьеры вашей, как Спартак ворвался в вашу жизнь, как вы ворвались в жизнь Спартака, может быть, тоже самые значимые какие-то моменты, которые вы, может быть, в фильме, да, прозвучат, может быть, вы бы просто хотели, чтобы они остались для следующих поколений, как часть истории Спартака? Ну, дело в том, что, конечно, столько времени провести в Московском Спартаке, для меня это большая честь, и играть с ребятами всех поколений, когда я играл, в общем-то, было приятно общаться и играть, вот, тут говорили о, немного отвлеклось, говорили о Спартаке, о духе Спартака, дело в том, что, наверное, когда Николай Петрович был в его времена, а это, скорее всего, команда была, вот именно сплоченный был коллектив, потому что все, да, Спартаковский дух был, вот, то же самое, я думаю, что у нас это стало, это благодаря, наверное, когда мы вышли на высшую лигу, вот, когда Олег Иванович стал капитаном, мы создавали, практически, новую команду и делали из него, из нее коллектив, почему, объясню, потому что, ну, не в обиду всем, то они в обиду ловчего, но когда я попал в Спартак, было очень тяжело, потому что Спартак был разбит на два фронта, это фронт Прохорова и фронт Ловчева, поэтому, конечно, было, когда придя, это было очень тяжело, метаться туда и сюда, но, потом удалось сплотиться. да, чтобы такого разрозненного не было, удалось сплотиться, и вот, Олег Иванович, как раз вас называют, тоже таким, истинным лидером, да, вот, ну, я вам скажу одно, сложно, конечно, про себя, наверное, в комплиментарном можно говорить, это, естественно, лучше говорить тем людям, которые видели, и которые играли вместе со мной, и тем, кто, кто знает обо мне, понимаете, вот, но я вам просто говорю, что началось с Олега Ивановича Романцева, где я был его заместителем, он капитаном, все мы вместе, вот, и Сережа, и там другие ребята, создавали коллектив, почему? Потому что, если не будет коллектива, то результатов больших мы не добьемся, поэтому, вот, создали коллектив и добивались очень больших, результатов, и это осталось на протяжении многих лет, понимаете, как, вот, и приходя новые игроки в «Спартак», они чувствовали себя не отшибленными, понимаете, а были как в коллективе, с семьей, с всеми, да, со всеми молодыми ребятами, общались, наставляли их на истинный путь, объясняли, что такое «Спартак». Ну, это говорит о «Спартаке». Первый, но второй, что касается меня, как я пришел, в общем-то, тоже очень-то история такая, можно сказать, не случайная, но я сам, если точно, не знаю, кто посоветовал меня, Константину Ивановичу Бецку, потому что слухов ходит очень много, кто говорит, Сергеевич, ну и какой-то судья, то и треть. Но дело не в этом, не важно. Дело в том, что, когда Волгарь Астахин поехал на турнир спартаковский, как раз был, в Москве все время проводили эти турниры спартаковские, всех спартаковских команд, всех регионов, и тогда в Волгарь Астахин играл в команду. И когда они приехали, это уже рассказывал тренер мой, к нему подошли, Санкт-Петербург Бецков и, в общем-то, Николай Петрович Старостин, и спросили, где Досаев? Формал увидел? А? Игорь Карлов? Нет, я потом сейчас скажу. Вот, они говорят, он не приехал, он травмирован. На самом деле, я был травмирован, мне сделали операцию, вот колено. Ну, ладно, они ушли, смотрят игру, я сейчас не помню, Волгарьский он это играл, в составе пишут меня. Пишут основного вратаря, я запасну меня. После игры опять походит Николай Петрович, говорит, где Досаев? Они говорят, ну он остался, как, а почему вы пишете? Он говорит, ну просто мы пишем, вот, и когда тренер пришел, говорит, уже за тобой следят и охотятся. Но, позвали меня после поездки, когда я был в Курске, уже последняя поездка, вот, я, был в гостинице, мне позвонили по телефону, представился, Игорь, Борисов, сказал, говорит, я вот тренер Московского спартака, хотел бы с тобой пообщаться. Я говорю, хорошо, назначили встречу, я пришел на то место, где, в общем-то, встреча назначалась, ну, где-то час-полтора стоял, никого нет. Ну, я так подумал, может быть, кто-то из ребят подшутил надо мной. И пришел в гостиницу и к своему другу, Валерий, говорю, Валерий, не ты звонил случайно или как? То есть для вас спартак-то был действительно такой вот уровень мечты? Да, это, во-первых, были мечты, да. И, во-первых, вся моя семья болела за московский спартак, что касается футбола, хоккея, любого вида спорта. Вот, мы всегда болели за спартак. Вот, ну, когда началась игра, я играл, после игры как раз подошел Игорь Валерий Фролов и говорит, давай, отойдем назад, в сторону, чтобы это, ну, и сразу дал два листа, чтобы я написал заявление в московский спартак. Я подписал, потом, когда начал на следующий день мы начали уезжать и ребята говорят, ну, что, я говорю, ну, приглашают. Ты что-нибудь подписывал? Да, подписывал там. Говорят, ну, все, считай, ты уже в спартаке. Вот, и когда приехал, приехали мы в Москву, потому что мы летели через Москву в Астрахань. И когда я приехал, я позвонил Константин Ивановичу Бескупу, его не было, была Валерия Алина Николаевна, жена, супруга его, он говорит, кто такой, я объяснил, кто такой, он говорит, Ренат, езжай на вокзал, там тебя уже ждут. Я приехал на вокзал, на электричку, уже вроде хотел садиться, меня забирали, не предупреждаю, ничего, и отвозят Тарасову. Как повезло вам и как повезло в Спартаку с вами, вот не знаю, кому больше. Вот, Ренат Фазархманович, когда говорят, все-таки, не знаете, вы действительно тот вратарь, который подарил действительно победы, и вы играли ключевую роль в некоторых матчах, и вот этот спартаковский дух, вот если параллель проводить, я думаю, все равно сегодня будем проводить какие-то параллели, они все равно напрашиваются современным футболом российским, не будем там сейчас упоминать конкретные команды может быть даже, а в общем и целом. Вот, какая была основная у вас мотивация тогда играть, побеждать, вот, если вот поточнее расшифровать, что же такое спартаковский дух, может быть, какой-то мотивации сейчас у футболистов, вот она отсутствует в принципе, вот что такое двигало вами такая основная Ну, наверное, я могу сказать о себе, в общем-то, ну, и ребята, наверное, приходя в спартак, как уже Сережа сказал, и Леонид Трахтенберг, дело в том, что они знали, куда они приходят, и они знали, за что надо, в общем-то, биться. Прославленная команда была, и нельзя было подвести. Естественно, вот, и когда, приходя ребята сюда, они знали, что уже заранее, они приходя в команду, мы уже говорили о том, что здесь спартаковский дух, это первое. Они всю историю знали. Как можно не узнать, допустим, Никита Павловича Симоняна, который приходил, Льва Ивановича Яшина, Исаева, других ветеранов. Мы это все знали, мы на них жили, понимаете, на ее истории спартака. Поэтому этот дух и то желание играть за спартак превалировало всеми, можно сказать, денежными медиками. Потому что деньги у нас, если честно, и Сержа не даст соврать, были на втором месте. Мы знали, что мы их получим. Единственное, что у нас было, это показать себя. Я для себя лично поставил цель, допустим, когда я был маленький, попасть в команду мастеров в Волгаре, Попав туда, я старался как-то повыше играть. Попал в московский спартак. Придя в московский спартак, я тоже поставил цель, когда Александр Прохоров получил три сезона лучшего вратаря страны. Мне тоже хотелось это быть, я этого достиг. Потом, естественно, у нас борьба пошла уже на мировой арене, когда Шумахер, Фав, Попиду. Я многие боролись за лидерство в вратарском, понимаете, как они становились лучшими вратарями мира. Я тоже поставил цель достичь этого, понимаете, вот я и достиг. Поэтому, благодаря этому, благодаря тому, то, что желание, первое, показать себя, это, наверное, самое главное. Да, сейчас на данный момент деньги тоже, но ребята, которые уходят сейчас, понимаете, в общем-то, должны, помимо того, денежных средств, они должны видеться, где они играют, за какой клуб они играют, и себя показать, понимаете, как. Вот. Мы, и самое главное, наверное, самое тяжелое, показав себя, стать лидером, стать знаменитым, наверное, сохранить это тяжелее, чем достичь. Понимаете, спасибо, спасибо большое, да, да, спасибо большое, Сережа не даст соврать, пускай тоже Сережа скажет. Я хотел бы добавить два слова о духе Спартака. Я полагаю, что дух Спартака держался именно на Николая Петровича Старостине, которого посвящен фильм. Вы его увидите, потому что именно Старостин, благодаря Старостину, я уверен, и Сергей Шавло, и Ренат Досаев с первого дня понимали, что такое Спартак. И Николай Петрович помогал ощутить не дежурные вот это вот, мы пришли в великий клуб, нет, а он, люди проникали, до конца идеи, что это Спартак, что это победитель. И он помогал не только футболистам, но и тренерам. Например, когда Никита Павлович в 59-м году от Николая Петровича Старостина, у которого было удивительное чутье на тренеров, кстати, в 76-м году, когда Спартак вылетел в первую лигу, Николай Петрович этот год не работал. А когда Спартак возвращался, он уже был. то Симонян сказал, как же я буду руководить командой, когда я вот с этими ребятами, а тогда они были ребята, Сальников, Симонян, Ильин, Исаев, Татушин, Парамонов, НЕТТО, капитан команды, великий капитан на все времена, как я буду руководить этой командой? Николай Петрович в свойственной для себя манере лаконично и убедительно ответил. Никита, поможем. И действительно, помог, и в 62-м году Спартак стал чемпионом. И Николай Петрович помогал. И Николаю Алексеевичу Гуляеву создавать команду, которая, на мой взгляд, вот в 58-м году была сильнейшей, это мое мнение, за все времена Спартака. Недаром в 56-м 10 футболистов Спартака отправились на Олимпийские игры в Мельбурн, где завоевали золотые медали. Николай Петрович, вот Романцев и Ярцев признаются, что если бы не было Николая Петровича, то вряд ли им бы удалось достичь как тренером вот таких высот. Потому что именно поддержка Николая Петровича, именно его последние вот эти вот слова на установке, когда люди выходили потому что сначала тренер давал тактическую и техническую установку, называл состав, а последние слова говорил Николай Петрович, который говорил, что эти слова должны быть лаконичными и ударными. И он как такой настоящий политрук поднимал команду на решающий бой. И еще раз команда пронизывалась этим спартаковским духом. и если меня сегодня спросят вот Спартак я упустил лучшим подарком было для болельщиков конечно это кубок России и сегодняшнее пока второе место и еще следующий кубок мы можем выиграть, потому что мы уже обеспечили выход в весну. почему все-таки не так много трофеев выиграл Спартак может быть не те тренеры были не те футболисты которые были прежде нет просто в этом Спартаке не было Николая Петровича Старостина но я думаю что у Спартака еще будет много побед о которых вы узнаете из нашего сайта из наших соцсетей спартаковских клубных и я думаю что Спартак еще вернется как говорят все вернется на круги своя ура ура ну пока не заключить звучит как заключительные слова но нет продолжая высказывание Леонида Трохтенберга я уверена что на вопрос что же такое спартаковский дух наверное будет отвечать фильм документальный фильм они сочинили Спартак мы сейчас о нем подробнее поговорим но пока вашему вниманию предлагаю небольшой видеоролик внимание на экран они сочинили для большого футбола великий клуб без которого российский футбол и поныне немыслим какой любитель футбола в особенности болельщик московского Спартака не знает кто такие братья старостины имя этих знаменитых футболистов когда-то гремело на весь союз история жизни братьев полна неожиданностей детективных поворотов и политических интриг в постоянном соперничестве Спартак Динамо спартаковцы обрели врагов в лице сурового НКВД феномен четырех знаменитых братьев футболистов наверное единственный у нас в стране вы подробно узнаете кто же такие братья старостины и каков их вклад в историю Спартака ну что же действительно в ожидании документального фильма да Сергей Дмитриевич тоже хочет добавить хочу что сказать ну конечно ведущая роль Николая Петровича но Спартак еще дух спартаковский он проявлялся в играх мы знаем кубковые игры когда команда играла два дня когда вырывала на зубах многие игры чемпионата вот поэтому тоже говорят что вот спартаковский дух он проявлялся в играх во многих вот конечно такой был состав команды да что все были очень амбициозны играть через не могу вот то что мы наблюдали во многих играх когда очень тяжело когда казалось бы Спартак явный аутсайдер в игре там Динамо Киева или еще где-то но я помню игру когда мы в Киев ехали после поражения даже консимент с нами не поехал приболел ну и ясно было что без главного тренера мы приезжаем в Киев 100 тысяч народ битком и мы обыграем Киев 3-0 вот то есть ребята все собрались и дали такую игру что Киев ничего не мог сделать в своем лучшем составе поэтому я думаю что такие игры они закаляли и вот такой дух когда все против тебя и казалось бы здесь шансов нет вот и вырывались такие игры и поэтому тоже вот этот дух игроков которые были в Спартаке уже Ренат тоже говорил что этот дух пронизывал всех и все выходили играть не за деньги а как я сейчас говорю что мы играли раньше сердцем и для болельщиков сейчас играет за деньги и без сердца вот поэтому к сожалению такая ситуация создается но я хочу тоже напомнить когда я пришел тоже первая моя встреча с Николаем Петровичем он тоже немаловажное влияние внимание уделял финансовым вопросам он сразу меня спросил а сколько ты зарабатываешь в Даугове я говорю ну ставку второй лиги он у нас ты будешь зарабатывать столько вот там ты это премия плюс выезды за границу ну типа все обрисовал то есть для него это тоже было важно вы должны каждый игрок который приходит в Спартак должен знать свое как говорится финансовое положение сколько он должен будет зарабатывать вот и где можно вы понимали что вас ценят да да поэтому здесь все знали и его помощь всегда была и в вопросах и квартирных и в других бытовых вопросах то есть он всегда помогал шел навстречу и мы были в принципе защищены если там динамо цска торпеда у них свои были защитники которые стояли за спиной то у нас их не было был один защитник Николай Петрович старостин который нам все это помогал ну и конечно мостсовет который где-то Николай Петрович имел связи и где-то пробивал определенные моменты спасибо но я вот действительно понимаю что фильм да вот о котором сейчас пойдет речь во многом посвящен как раз Николай Петрович в старости и вот тому началу как они сочинили Спартак то есть история создания клуба Альфия Чеботарева продюсер фильма Альфия Амансуровна ну во-первых интересно действительно услышать в чем уникальность этого фильма потому что уже за 100 летнюю историю Спартака и много фильмов снято и книг написано в чем уникальность этого проекта этого фильма да действительно много фильмов ну не так много как хотелось бы конечно нам хотелось бы чтобы все легендарные футболисты этого клуба были уже имели вот такие документальные фильмы посвященные им и мы будем двигаться в этом направлении но когда-то 20 лет назад мы пришли с такой идеей создания фильма Николая Старости на отец Спартака к Олегу Михайловичу Романцеву и он нас Олег Иванович извиняюсь Романцев он нас не раздумывая поддержал даже финансированием фильм вышел на экраны многих из участников этого фильма уже нет к сожалению живых это Маслаченко Ярцев но остались документальные свидетельства и они должны оставаться в истории как мы считаем у этого и есть задачи документалистов и вот по прошествии по прошествии многого времени 20 лет к 100-летию футбольного клуба Спартак мы решили в рамках проекта создать новый уже в современном формате цифровом новый фильм за свидетельство тех людей тех носителей информации которые помнят и братьев старостяных и былые победы футбольного клуба историю футбольного клуба Спартак автор тот же Александр Павлович Нилин который был автором первого фильма почему он потому что он действительно свидетель тех мало того что он будучи футбольным спортивным журналистом лично общался с братьями старостями старостяными было написано много статей им книг книги были выпущены об игроках футбольного клуба и естественно он не раздумывая мы его опять пригласили быть автором этого проекта нового фильма они сочинили Спартак режиссер новый для нее это первая спортивная картина но поскольку этот фильм все-таки не только об истории футбольного клуба но об истории страны на фоне которой естественно происходили все эти события значимые для футбольного клуба мы пригласили ее она четырежды лауреат ТЭФИ мы давно с ней работаем и получила много наград кинонаград за предыдущие фильмы я надеюсь и за этот фильм мы тоже получим съемочный период мы уже завершили приступили к монтажу фильма и надеемся во второй половине декабря пригласить всех вас на пресс-показ этого фильма пригласить ветеранов клуба будем надеяться что и действующие игроки посмотрят эту картину и не только эту картину но и всю нашу подборку фильмов посвященных футбольному клубу Спартак ее игрокам потому что вы говорите дух Спартака мы вот здесь все присутствуем мы люди советского времени когда действительно воспитанию духа идея отдавалась очень значимая уделялось большое значение и вот этот дух Спартака он наверное нес и дух всего народа нашего советского тогда народа потому что это было поколение победителей поколение созидателей поколение людей которые могли мечтать и воплощать свою мечту в жизнь как это делали братья Старостин Николай Старостин который молился только одному богу как он говорил футболу и свою мечту он воплотил в жизнь создав такую легендарную команду и он до самой смерти можно сказать да пестовал эту команду вдохновлял ее вдыхал вот этот вот дух победы которая обязана если ты пришел в этот клуб ты пришел туда чтобы побеждать и мы конечно надеемся что как бы нацелены на то чтобы зрителями этого фильма были прежде всего подрастающие наши поколения которые мы хотим научить не только мечтать но и воплощать свои мечты в жизни ведь самое лучшее в жизни когда ты что-то оставляешь после себя как это сделал Николай Петрович Старостин Николай Петрович Старостин который создал такой легендарный клуб и который до сих пор вот поклоняя имеет огромнейшее число поклонников болельщиков которых кстати мы тоже приглашаем на все наши кинопоказы следите за расписанием кинопоказов площадками которые будут не только на сайте спартак100.ru но и на сайте самого футбольного клуба Спартак поэтому конечно мы ждем вас на всех площадках и тоже еще что не сказали по поводу проекта что не только для подрастающего поколения людей с ограниченными возможностями хотя я считаю людьми с безграничными возможностями но и будут мероприятия для самих ветеранов клуба к концу года мы хотим провести такой душевный вечер воспоминаний когда мы их всех соберем чтобы они поделились своими воспоминаниями мы хотим вручить памятные медали естественно что все-таки год столетия это невероятное событие и я думаю что мы это совместим с показом нашего нового фильма будем вас тоже оповещать держать во внимании всегда приглашать на все наши мероприятия так что да и ждем естественно прокатчиков мы надеемся что фильм выйдет в широкий прокат чтобы вся страна все зрители могли увидеть этот фильм ну и на телеканалах конечно уже сейчас на сегодняшний день проявляют интерес большой к этому фильму потому что фильм такой был необходим мы это почувствовали вовремя и вот надеемся его в скором времени завершить спасибо спасибо большое да и Леонид Федорович вам я понимаю как сложно рассказывать о фильме его на самом деле лучше посмотреть и мы непременно его посмотрят посмотрим мы думаю миллионы людей его посмотрят и поближе познакомиться и с Николаем Петровичем Старостиным с которым мне посчастливилось первый раз увидеть перешагнув порог Тарасовки в 67 году когда еще и Рината не было в команде и Сергея более 55 лет вы знакомы с ним то есть еще был юбилей со дня у вас знакомства с Николаем Старостином 55 лет как я знакомый с Николаем Петровичем и с Никитой Палычем которые даже в первую ночь меня узнав что мне всего 19 лет я брал интервью задержался в Тарасовке и они сказали а где ты живешь а я жил на другом конце Московской области в Люберцах и Николай Петрович сказал Никита ну его опасно отпускать уже поздно 10 часов вечера а где же мы его положим спросил Никита Палыч а он говорит а вот есть свободный там Маслаченко Логофет Амбарцумян пусть раскладушку поставят там и переночуют вот моя была первая знакомство и первая ночь в Спартаке которую я никогда не забуду я единственное что еще хотел сказать что я не сомневаюсь что вы снимете еще много фильмов о Спартаке и о нынешнем поколении Спартака и о следующем и я хотел бы прибавить к словам Сергея Дмитриевича что все-таки и сегодня в Спартаке и завтра будут Тимуровцы которые играют не за деньги а играют всем сердцем вы заходили в раздевалку Спартака и Ренат и Сергей и вы видели как игроки еле-еле доходили до этой раздевалки садились в свои кресла и долго не могли прийти в себя потому что они все силы оставляли и оставляют на поле потому что Спартак это и есть Спартак и за него нельзя играть в полсилы нельзя тлить на поле на поле можно только гореть спасибо большое ну что же уважаемые коллеги да если есть вопрос есть такая возможность в завершении нашей встречи пообщаться с нашими спикерами да прошу Андрей мне в догонку хочется примерно на ту же тему продолжить потому что я сидел во первых спасибо вам громадное что вы к нам пришли в таз с этой презентацией с этой замечательной годовщиной я вас поздравляю от всего сердца клуб и всех болельщиков и всех естественно членов клуба вот а вопрос у меня как раз на ту же тему я сидел вспоминал условно говоря да Сергей Михалков там Спартак там Владимир Высоцкий да у нее старший брат футболист Спартака значит анекдоты про Большой театр да кто играет футболист Спартак то есть реально реально общенародная общенародно любимая команда общенародно любимый клуб вопрос к ветеранам которые знают это изнутри для самой команды вот что было самое во первых кстати говоря а талисман был какой-то свой как бы у команды и что для команды было наиболее значимо там условно ребят слушайте ну про нас Высоцкий спел уже больше мы проигрывать вообще не можем ну вот что-то такое как вы эту народную любовь воспринимали что для вас было наиболее дорого спасибо спасибо большое за вопрос кто готов да давайте Ренат вы знаете сейчас мне очень интересно почему как вы говорите Спартак почему мы так играли вы знаете когда вы вот сейчас сказали о режиссерах о артистах наверное Николай Петрович и Константин Иванович Бесков проявили нам это общаться и ходить в театры в кино общаться с актерами общаться с людьми в общем-то поэтому этот спартаковский дух шел и от них тоже понимаете мы выходили на поле и как нам Константин Иванович Бесков говорит вы как артисты в театр приходят на артистов посмотреть так выходя на поле на стадионе приходит зритель чтобы посмотреть на вас и приходили на кого-то на Шавло на Досаева на Гаврилова у каждого был свой кумир какой-то понимаете и благодаря этому выходя на поле мы это играли мы были знакомы со всеми практически артистами в Москве понимаете и это давало нам в общем-то и страсть и желание играть за счет того что вот они болеют за нас мы должны играть хорошо понимаете не должны на поле выходить полсилы играть и поэтому это тоже самое главное важно для этого спасибо да Сергей Дмитриевич добавите давайте давайте включайте микрофон микрофон Ринат все правильно сказал когда эта дружба всегда она способствовала тому что приходя в театр мы встречались с артистами которые любили конечно клуб и всегда Константин Иванович напоминал нам что вы выходите на сцену так же как в театре артисты выходят и вы должны показывать свой максимум вот и когда мы выигрывали игры не зрачная игра была он говорил вы сегодня сыграли неважно несмотря на то что вы выиграли то есть у него была другая оценка у него была искусство оценка как мы играем то есть для него футбол это искусство и приходя в театр мы тоже все ждем да что мы получим эмоции вот на любимых актеров приходим так и как Ренат сказал на нас приходили тоже на многих вот каждому была сочинена кричалка которая мотивировала нас вот и мы в принципе отдавались полностью поэтому такая связь она была необходима и сейчас до сих пор мы дружим вот с режиссерами тоже приходим в театр я например в театр Никитских ворот который здесь рядом тоже наш болельщик вот великолепный он ходит на все игры фактически так что здесь много малый театр тоже много болельщиков спартаковских которые к сожалению некоторые ушли уже но есть такие люди которые болеют и они всегда на трибунах так что связь продолжается это это прекрасно да спасибо большое да Альфа я хочу добавить что все-таки положил вот эту идею дружить с театром конечно же возвращаясь к истории которая будет и в нашем фильме Андрей Петрович Старостин который дружил был светским человеком дружил с артистами МХАТа и МХАТ традиционно был всегда болельщиком Спартака и в нашем фильме один из этих актеров не буду пока открывать всех тайн дает интервью очень эмоциональное как раз вот об этом в том числе Андрей Петрович был женат на актрисе театра ромэн вот и он конечно в этом кругу всегда был своим человеком да и в этом отношении они с Николаем Петровичем были как полярный два полюса полярный земли потому что Андрей Петрович был богемным человеком вот а Николай Петрович наоборот вел такую аскетическую жизнь хотя у него тоже конечно же было много друзей но вы сейчас затронули тему о великих болельщиках там Джиграханян Яншин которого мне довелось видеть на тревоге Игорь Льинский Табаков которого вот мы кажется еще вчера поздравляли с юбилеем вместе с Сергеем Родионовым кстати он там вот интересный момент что такое Спартак вот сидел в Табаков с супругой и с ребенком и надо отдать должное что хатовцам надо отдать должное его актерам которые придумали потрясающую программу но он как бы ну привык к этому ко всему да такой капустник он сидел по моему пил пиво немножко водочки ел раков вот и так не поднимая головы почти на сцену а потом когда мы вышли с Родионовым и он услыхал про Спартак он сразу оживился и как будто помолодел лет на 30 и с этого момента мы ему еще преподнесли шарф футбольный мяч с автографией Спартака и все и до конца этого вечера он был другой человек вот что такое Спартак и еще если мы говорим о великих людях то не надо забывать о том что миллионы простых людей болеют за Спартак и Спартак всегда был самой демократичной и самой доступной командой я вам приведу только два коротких примера раньше ну сейчас такие времена например Тарасовка окружена база таким трехметровым забором туда не попадешь а раньше пожалуйста даже на работу люди ходили ну не через поле чтобы поле не повредить где играли дублеры и где тренировались великие футболисты там 60-х годов Спартак добирался единственная команда которая вместо вместе с народом что называется таланты и поклонники ехали в одном поезде они ездили на электричке и только на Ярославском вокзале их встречал автобус который довозил их до Лужников до Динамо или до Локомотива не было никогда нет такой другой команды вот которая вот так бы так бы вместе с людьми ехала на игру и вот те люди которые проходили мимо Тарасовки они могли посмотреть тренировку никто не запрещал и ни один игрок и ни один тренер не уходил после раздевалки какой бы ни была тяжелая тренировка если есть вопросы к тренеру и тренер не ответит на все вопросы болельщиков или игроков они не входили вот на эту базу вот такая была близость игроков тренеров и поклонников Спартака простых обыкновенных болельщиков вот возможно основа для такой народной любви а был какой-то талисман действительно или вот лого только лого красно-белое то есть каких-то тогда талисман в то время талисман был это удача которая фортуна которая сопутствовала сильнейшим а сильнейшим был Спартак понятно спасибо спасибо огромное да еще есть вопрос да 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 талисманом был у нас Леонид Трахтенберг который с нами в Киев ездил и мы ни одной игры не проиграли вот и ответили отлично да давайте еще один вопрос будем завершать Косяков Александр я сотрудничаю с немецким журналом Кикер вот я хочу поблагодарить и Сергея и Рената за то что они сделали для нашего футбола и сказать я родился в Кунцеве в Кунцеве родился еще и Федор Черенков я не хочу сейчас много чтобы вы рассказывали ну скажите пожалуйста первое знакомство с ним с Федором Черенковым какой он был мы его хорошо все знаем но все-таки сейчас хотелось бы вспомнить его пару слов буквально так спасибо спасибо за вопрос Сергей давайте я начну потому что Федор на моих глазах он пришел в Спартак это был 77 год где-то 78 вот ну в 77 мы еще не были но он в школе был в 77 в 78 в начале когда Константин Иванович собирал опять же команду смотрел кто больше подходит и обратил внимание Николая Петровича что вот есть мальчишка вот он физически не такой сильный но технически и голова соображает очень хорошо ну на что Константин Иванович смотрел там двустороннюю я знаю это вот потому что я играл против Федора я как раз слева играл а Федор справа вышел играть конечно ему тяжело было он там и руками держал и все ну видно что старался но тяжело физически но в техническом плане когда мяч у него попал приходил к нему и он обладевал мячом видно было что у него светлая голова и вот постепенно он значит завоевывал место я помню когда сейчас к сожалению молодежь она считает что если там проведела в основной команде некоторое количество времени то они уже игроки основного состава вот я хочу напомнить что было с Федором когда Константинович выпускал его это первая игра в 78 году когда мы с Араратом играли на на локомотиве в Алматы не не на локомотиве он вышел против Арарата не 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 ну здесь ладно вот и выходит щупленький мальчишка значит и народ говорит а это кто такой вообще как чего но постепенно он завоевал значит сыграет в основном потом дубль потом опять в основной потом опять дубль то есть Константинович постепенно подпускал то есть не так как бросает в топку а он знал когда уже игрок должен завоевать место и когда он готов вот и когда он был готов вот Федор с нами 79 год в принципе весь отыграл и потом к счастью мы вместе играли столько лет и в сборных и в клубе вот к сожалению случилась такая беда я когда в Смоленске был 83 год я как раз вернулся в Спартак раньше времени меня освободили спасибо генералам которые в Смоленске были они как раз игра должна быть с Эндерлехтом в Белисси как раз в это время случается с Федором эта трагедия вот и меня вызывает и я в принципе не готовился поехал и уже играл в Белисси против Эндерлехта мы выиграли 1-0 чтобы к сожалению было мало нам было 2-0 выигрывать вот так вот все так связано конечно мы семьями дружили потому что все жили рядом в Сокольниках на Преображенке часто встречались с детьми дети вместе росли так что много воспоминаний конечно Федор это золотой человек всегда спрашивал как чего всегда готов был прийти на помощь всегда себя не выпячивал скромность это его украшало он никогда бы наверное если вы его спрашивали кто там лучший и когда сейчас игроки считают что они играют хорошо то он никогда свое мнение никогда не говорил что он там лучше он всегда говорил да нет это ребята я там что-то сделал небольшое а вот ребята коллектив все то есть это действительно был игрок и человек который с большой буквы и многое сделал и для команды и вообще для становления той же академии которая по праву носит его имя спасибо можно я добавлю только в нашей кинопрограмме вот в рамках проекта будет фильм отдельный документальный посвященный именно Федору Черенкову и вообще очень хотелось бы Илья чтобы вы огласили все фильмы потому что несколько фильмов будет об игроках клуба не только об истории клуба Евгеньевич да и я так поняла что фильмы будут показаны которые впервые за десятилетие да буквально некоторые из них да я хотел бы про Федора Черенкова добавить у него действительно и социальная такую нагрузку он себе сделал общество слепых они очень вспоминают потому что он регулярно приходил там были организованы футбольные матчи среди слепых это непросто но есть такая возможность и он привозил им подарки и они до сих пор с очень большой теплотой вспоминают поэтому это наверное не только спартаковский дух спартаковская традиция помогать людям которые требуют которым эта помощь просто необходима и очень наверное востребована по поводу фильмов у нас есть несколько фильмов которые мы отобрали этот эта программа она может быть и увеличена здесь зависит от многих факторов в том числе и от той аудитории которая смотрит то есть детям тяжело некоторые фильмы смотреть они значит на предназначенные для более чуть взрослой аудитории есть те которые и у них короче тайминг им и проще их смотреть они более легкие для их восприятия ну по возрасту вот в принципе все они об одном это клубе спартак и о тех игроках которые если я быстро прибегусь по списку первый это футбол Федора Черенкова это фильм кстати 90-го года он у нас тоже в программе есть Николай Старостин отец спартака эта компания снимала свой почерк спартак действующие лица и болельщики это еще один друг нашей компании Евгений Богатырев известный журналист и кинтографист он когда-то снимал этот фильм спартак точка невозврата футбол и вся жизнь человек свободного стиля человек свободного стиля это хотелось бы наверное о нем остановиться отдельно это фильм про Маслаченко про его его жизнь в футболе его жизнь в спартаке планирую Маслаченко он там очень эмоционален он был комментатором потом как вы все знаете и он очень артистичен наверное это как раз тоже в духе спартака это вот артистичность на поле артистичность жизни это я так кратко по нашим фильмам следите более точные показы у нас будут на сайте мы сейчас формируем программу спасибо ну что же тогда действительно наверное о спартаке можно говорить долго-долго но у нас к сожалению тоже есть определенный регламент я благодарю благодарю наших уважаемых гостей благодарю легенд спартака которые пришли и готовы были с нами пообщаться я знаю коллеги журналист там овзрекордс как говорится что-то еще хотят за пределами официальной части вас спросить надеюсь не откажете большое спасибо и конечно же мы наша сегодняшняя встреча была вся посвящена 100-летнему юбилею мы рассказали о наверное какой-то части только мероприятий конечно же ждем новую премьеру документального фильма они сочинили спартак я думаю армия болельщиков народная любовь пусть она крепнет и пусть она не оставит спартак никогда и спасибо вам огромное что были сегодня с нами спасибо также нашей аудитории которая присутствовала на мероприятии оффлайн в этом зале онлайн по трансляции так мы завершаем нашу пресс-конференцию спасибо за внимание спасибо за субтитры на мероприятии спасибо за внимание